Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Укрепление военного сотрудничества в регионе. Министр обороны Азербайджана провел в Турции встречи с турецким и грузинским коллегами. Десятые сутки продолжается акция протеста экоактивистов на дороге Латчин-Ханкенди в Карабахе. Азербайджанцы по всему миру выражают демонстрантам свою безоговорочную поддержку. Находящиеся у власти в Афганистане движение «Талибан» ввело запрет на обучение в университетах женщин. Страны Запада и руководство ООН осудили решение «Талибана». Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в Азербайджане президентом Сербии Александром Вучичем один на один. После чего главы государств выступили с заявлениями для прессы. О визите сербского лидера в Азербайджан мы поговорим с нашим гостем. На прямую связь со студией выходит доктор политических наук, эксперт Института европейских исследований Стевен Гаевич. Господин Гаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Вучич прибыл в Азербайджан. Уже состоялась встреча с азербайджанским лидером. Давайте вспомним визит Ильхама Алиева в Сербию в ноябре этого года. Тогда одним из важнейших итогов визита стало подписание документов в различных сферах, в частности соглашение стратегического характера. Каков прогресс за эти годы добились Азербайджан и Сербия в укреплении двустороннего, многостороннего сотрудничества? Да, это сотрудничество на подъеме уже 12 лет. То есть с момента первого визита президента Алиева в Белграду и еще во время президента Бориса Тадича, тогда был договор, который, естественно, был выполнен. Азвирт, фирма из Азербайджана, участвовала в стройке автодороги в Сербии. Но сейчас это сотрудничество расширяется и оно приобретает, естественно, и стратегический характер, потому что ряд соглашений было подписано и в Белграде, и сейчас они будут реализоваться, я думаю, в кратчайшие сроки. Господин Гаяч, вот также важная составляющая двустороннего взаимодействия Баку и Белграда, это энергетическое сотрудничество. Вот тогда, в ходе встречи в ноябре этого года, сербский лидер заявил, что последующие 7 лет будут увеличены объемы поставок газа в европейские страны. В свою очередь, президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество будет налажено именно с дружественными странами. Как вы считаете, какую выгоду это принесет самой Сербии? Да, это действительно принесет большую выгоду, но я хочу остановиться на момент дружественные страны. Действительно, Белград очень ценит принципиальную позицию Азербайджана по территориальной целостности всех государств, в принципе, по уставу ООН, в том числе Сербии, и это касаемо, естественно, нашего края Косово и Метохия, который находится под временной оккупацией НАТО. Но насчет энергетического сотрудничества, это действительно, может быть, самая важная часть, да скажем, материализации этого стратегического партнерства. Значит, Сербия будет приобретать действительно большие количества газа через интерконнектор, который строится между Сербией и Болгарией. Тоже говорится о электроснабжении через кабель, который строится, который должен пойти через Румынию и Венгрию, и, естественно, дойти до Сербии. То есть, Сербия сейчас ныне трудные моменты, которые по всему миру испытываются, ищет, естественно, безопасность в аспекте энергии. И поэтому Азербайджан очень важен. Тоже надо отметить, что есть многие схожисти между странами. Азербайджан является ключевым государством на Южно-Кавказском и Каспийском регионе, так же, как и Сербия является ключевым государством в Балканском регионе, то есть на юго-востоке Европы. И я думаю, что сотрудничество и подъем этого сотрудничества на самый высокий уровень взаимовыгодно и Сербии, и Азербайджану. Сербия планирует также закупать не только азербайджанский газ, но и электроэнергию. По вашему мнению, как это повлияет на политический расклад на Балканах? Какова политическая значимость для региона? Она большая, потому что если Сербия купит больше энергии, чем ей нужно, она может дальше ее приправлять, естественно, в договоре с Азербайджаном, как источником, и другие страны, и таким образом обеспечивать энергетическую безопасность всего региона. Сербия такую роль выполняла и раньше. Я напомню, что два года назад Сербия получила все виды вакцины от ковида, значит, и китайскую, которая первая прибыла, и русский спутник, и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и даже весь регион обеспечивала вакцинами, когда их не было. Также я думаю, что Сербия имеет ответственность, и в нынешнем кризисе помочь своим соседям, и, естественно, сотрудничество с Азербайджаном в многом в этом поможет. Господин Гаяч, вот также, по вашему мнению, в каких сферах стороны намерены развивать дальнейшее сотрудничество? То есть помимо энергетики, вот что еще, по вашему мнению? Ну, говорится о военном сотрудничестве, пока что мы не знаем, что это конкретно значит. Я, скорее всего, думаю, что это сотрудничество в области военно-промышленного комплекса, так как и Сербия, и Азербайджан имеют собственный военно-промышленный комплекс, Сербия еще с временем Югославии, который только развивался, и особенно в последние годы много в его развитии дается. Так что я уверен, что и та, и другая сторона имеют какие-то компоненты, которые не хватают друг другу. Так что это, естественно, будет одной из важнейших частей этого договора. Посмотрим дальше, если и в сфере развития инфраструктуры будут дальше строиться договоры и в сфере, естественно, прямых инвестиций из Азербайджана в Сербию и из Сербии в Азербайджан. Полностью согласна. Действительно, существует высокий потенциал для расширения связи между Азербайджаном и Сербией, в том числе для развития двустороннего сотрудничества. Большое вам спасибо. Спасибо, что пригласили. На прямую связь со студией выходил доктор политических наук, эксперт Института европейских исследований Стевен Гаич. Продолжаем наш выпуск. Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке выразил глубокое сожаление по поводу злоупотребления Армении и Совета безопасности для государственной кампании манипуляций, искажений и фальсификаций. Яшар Алиев решительно отверг все претензии к Азербайджану со стороны постоянного представителя Армении при ООН, заявив, что они полностью ложные и беспочвенные. По словам Паспреда, Карабах, который Армения и ошибочно называет Нагормом, является международно признанной территорией Азербайджана. Яшар Алиев заявил, что помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов на исторических землях Азербайджана, Армения совершала экоцит в регионе. Армения, используя латинскую дорогу, разграбляет месторождение полезных ископаемых на территории Азербайджана. Неопровержимые задокументированные доказательства их широкомасштабной незаконной экономической деятельности, грубо нарушающие международно-правовые нормы на ранее оккупированной территории Азербайджана, неоднократно доводились за сведения международного сообщества. Из 151 месторождения полезных ископаемых, открытых на этих землях до оккупации, 52 были впервые отработаны в 1993-2020 годах. Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и миллиардации территорий без соблюдения экологических технических норм. Форум руководителей государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, начавшийся накануне в Баку, продолжил свою работу в Шуше. Руководители госструктур, стран-членов организации тюркских государств, уже прибыли в культурную столицу Азербайджана. Делегация посетила исторические места города, ознакомилась с последствиями 30-летней армянской оккупации, а также со строительными и реконструкционными работами в Шуше. Руководители ответственных за вопросы диаспоры госструктуры организации тюркских государств находятся в Азербайджане уже второй день. Форум, начавшийся накануне в Баку, продолжится сегодня в городе Шуша. Вчера в столице состоялось открытие форума «Баку-Шуша». В рамках форума была обсуждена совместная деятельность диаспорских организаций тюркского мира. В то же время был обсужден план действий на будущий год в рамках ОТГ. В следующем году состоится встреча диаспоральной молодежи ОТГ. Встреча в таком формате состоится впервые, хотя встреча в различных форматах проводится регулярно. Мы привлечем к этой работе не только организацию тюркских государств, но и другие международные организации. По поручению президента Ильхама Алиева, наши работы в этом направлении продолжаются. Представители делегации отметили исключительную важность форума руководителей ответственных за вопросы диаспоры госструктуры организации тюркских государств. Проведение встречи и проявление солидарности членами диаспоры важно. ОТГ представляет собой платформу не только на уровне лидеров. Другим важным моментом также является участие в форме Северного Кипра, являющегося наблюдателем ОТГ. Также хочу отметить, что некоторое время назад с представителями турецкой диаспоры США были обсуждены вопросы сотрудничества с Азербайджаном. Руководители государственных структур организации тюркских государств, ответственных за вопросы диаспоры, впечатлены проводимыми на освобожденных территориях Азербайджана строительно-восстановительными работами. Они также стали свидетелями зверств, совершенных армянами в период оккупации. Мы сейчас с большим удовлетворением видим, замечаем, что Азербайджанская республика в довольно короткий период восстанавливает те исторические ценности, которые были испокон веков свойственны Карабаху. Вот сейчас мы были в Бастионе, цитадель, крепость Шуши, тоже восстанавливаются высокими темпами. Дорога, оказывается, тут построена. И особенно меня впечатлила вот эта площадь, где были подвергнуты акты вандализма, значит, памятники, статуи таких славных сыновей и дочерей Азербайджана. Международный форум Баку-Шуша руководителя ответственных за диаспору госструктуры организации тюркских государств начал работу вчера в Баку. На форуме обсуждались планы совместных действий по диаспоре и стратегии деятельности структур участников на 2023 год. Также состоялся обмен мнениями в связи с важными проектами, направленными на интеграцию тюркских диаспор, углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами ОТГ, важностью сотрудничества между диаспорскими структурами, возможностями получать тюркскими общинами, проживающими за пределами Родины, образование на родном языке. Бенуще Назарова, Сибиси. В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год с подразделениями ракетно-артиллерийских войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой. Согласно плану, подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации и выполнили нормативы по развертыванию, занятию огневых позиций и приведению техники в состояние боевой готовности. Основное внимание при проведении учений было уделено совершенствованию управленческих навыков командиров, повышению знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций. В ходе учений также были успешно выполнены поставленные задачи по уничтожению целей условного противника точным огнем. Продолжение следует... В Турецком городе Кайсере началась встреча между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии. На встрече обсуждаются вопросы развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечения безопасности региональных проектов. Также ранее Закир Гасанов встретился с министром обороны Хулуси Акаром и с министром обороны Грузии. Подробнее об этом мы поговорим с нашим корреспондентом в Турции, Туралом Асади. Турал, здравствуй. Началась трехсторонняя встреча. Расскажи, какие у тебя новости, что известно на данный момент? Здравствуйте еще раз, Лидия. Да, действительно, двустороннюю встречу уже министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел со своими турецкими и грузинскими коллегами. Эти переговоры были по общениям как турецкой, так и азербайджанской сторон успешными. Стороны затронули очень много аспектов двустороннего и трехстороннего сотрудничества в рамках военно-технической отрасли. И здесь Азербайджан, Турция и Грузия, безусловно, в регионе являются наиважнейшими игроками и странами, по территориям которых проходят региональные, международные, глобальные проекты коммуникационной линии. В частности, такие энергетические проекты, как ТАП, ТАНАП, Южный газовый коридор в целом, безопасность которого крайне важна не только для наших стран, для нашего региона, но и для Восточной Европы, где в Европе в целом, как мы все знаем, сегодня переживают энергетические кризисы из-за войны России в Украине. Но в целом, если вернуться к теме военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, то здесь, безусловно, очень огромная перспектива. Стороны именно этих вопросов сегодня здесь обсуждают. Это военно-техническое сотрудничество, совместные военные учения. Недавно, буквально два месяца назад в Турции, здесь же, были проведены трехсторонние военные учения. Военнослужащие из Азербайджана, Турции и Грузии отрабатывали совместные механизмы по борьбе и по охране региональных энергопроектов, трубопроводов, нефти и газопроводов, по обеспечению их безопасности. Здесь стороны, безусловно, являются ключевыми в регионе, как я уже отметил. И Азербайджан, как отдельно с Грузией, так и, безусловно, с Турцией, имеет очень глубокие, тесные связи в плане военно-технического сотрудничества с Грузией, безусловно, у нас со временем восстановления независимости имеется очень большая предыстория в вопросе данного сотрудничества. В частности, в рамках сегодняшней встречи министра обороны Азербайджана Закира Гасанова со своим грузинским коллегой Джоаншером Буржиоладзе, он отторно отметил, что Азербайджан и Грузия поддерживают, вновь подтвердили приверженность поддержки территориальной целостности друг друга и договорились вновь и продолжить в целом углубление сотрудничества в данной стере. В частности, на встрече со своим турецким коллегой Закир Гасанов и Хуся Акар также обсуждали вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в вопросе военно-технического сотрудничества. Безусловно, мы знаем, что Азербайджан и Турция на сегодняшний день являются союзниками, официальными союзниками, согласно Шушинской декларации. И в этой связи Азербайджан и Турция выступают из одной позиции. Турция, в частности, все время заявляет, что она полностью солидарна с Азербайджаном, как в вопросе Карабахского конфликта, который был решен с Азербайджаном своими усилиями, своими силами во время 44-дневной войны. И Турция после этой войны также поддерживает усилия Азербайджана по обеспечению мира и безопасности, и, в частности, стабильности в регионе. Об этом очень много говорит как Хуся Акар, министр обороны Турции, так и глава МИД Турции Милучао Шоглу и, безусловно, глава государства Ричард Тейпер Раган. И в целом мы все знаем, как Азербайджан и Турция нацелены на углубление данного сотрудничества. Азербайджан заинтересован в закупках нового вида вооружения, ракетных систем и другой военной техники, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных военных аппаратов и машин у Турции. И, безусловно, сегодняшняя военно-промышленная отрасль Турции вызывает интерес не просто у ее союзника Азербайджана и региональных соседних стран, но и у всего мира. И в целом из-за этого сегодня данный формат, трехсторонний формат военного сотрудничества Азербайджан, Турция и Грузия с точки зрения региональной безопасности, безусловно, является наиважнейшим форматом, учитывая, какие кризисы наш регион на сегодняшний день переживает. Ну, как я и отметил, трехсторонняя встреча уже началась, она продолжается по ее итогам. Министр выступит с речью, с заявлениями для прессы. После этого мы заново с вами поговорим об итогах данной встречи. Ну, а на этом у меня пока все. Слово передаю вам. Большое спасибо, Турал. Что ж, будем ждать от тебя информации. Я напомню, на прямой связи со студией выходил Турал Асадим, корреспондент из Турции. Продолжая выпуск, в Турции планируется запустить производство усовершенствованных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает телеканал ТРТ. По данным канала, решение начать производство новых видов систем и некоторых видов ракетного вооружения и боеприпасов было принято в ходе заседания исполкома военно-промышленного комплекса под председательством президента страны Реджепа Тайпа Эрдугана. Власти приняли решение по 25 проектам в области оборонной промышленности. Турция также ожидает поставки американских истребителей F-16 в Анкаре. Ранее в Турции испытали для нужд воздушно-морских сил систему вертикального пуска ракет «Мидлас». Глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир заявил, что в следующем году ее интегрируют во фрегат «Стамбул», и она поступит на вооружение военно-морских сил Турции. В рамках стратегического партнерства с Турцией Албания подписала контракт на покупку флота «Байрактар ТБ-2 Шиха». Соглашение подписано между правительством Албании и компанией «Байкар Технологи». В своем выступлении на церемонии премьер-министра Рама поблагодарил президента Турции Реджепетейп Эрдугана за его вклад в завершение этого процесса, отметив, что отношения между двумя странами развиваются с каждым днем. Он подчеркнул, что соглашение касается не только закупки беспилотных летательных аппаратов, но и укрепления сотрудничества между вооруженными силами Албании и «Байкар». В контракте предусмотрено, что беспилотники, приобретенные Албанией, будут использоваться в разных сферах национальной безопасности, в частности, в борьбе с преступностью и наркотиками, а также в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, Албания стала 27-й страной, получившей указанные беспилотные летательные аппараты. Министр национальной обороны Турции Халуси Акар заявил, что Анкара выступает за продолжение диалога между Россией и Украиной. Об этом глава турецкого оборонного ведомства сказал в интервью «Итальянской газете». Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Таипом Эрдуганом прилагает активные усилия для дипломатического урегулирования противоречий между Москвой и Киевом. По его словам, все должны решаться посредством диалога в рамках международного права принципов добрососедства. Также министр подчеркнул, что одним из важных результатов усилий Анкары под руководством президента Эрдугана стало устранение продовольственного кризиса, который грозил всему миру из-за проблем с поставками агропродукции. Халуси Акар в очередной раз подчеркнул, что Анкара всесторонне поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Украины. Президент Украины Владимир Зеленский направляется в США с целью переговоров с президентом Америки Джо Байденом. Об этом украинский президент написал в Твиттер. В своем личном аккаунте Зеленский написал, что летит в Америку для того, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины и обсудить с Джо Байденом вопросы углубления сотрудничества. Также президент Украины отметил, что в рамках визита выступит в Конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч. Это первый зарубежный визит украинского лидера с начала Российско-Украинской войны. Находящиеся у власти в Афганистане движение ввело запрет на обучение в университетах женщин. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя Министерства высшего образования. Решение касается как государственных, так и частных вузов. Запрет вступает в силу незамедлительно и будет действовать до особого уведомления, указывается в заявлении. Изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий. Более того, им запрещено ходить в парки и спортзалы. Правительство западных стран, в том числе Соединенных Штатов, решительно осудили решение талибана запретить афганским женщинам учиться в университетах. Они заявили, что необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем они смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации, управляемой талибами, которая также подвергается жестоким санкциям. Это неприемлемая позиция будет иметь серьезные последствия для талибов и еще больше оттолкнет их от межнародного сообщества и лишит легитимности, к которой они стремятся. Я ожидаю, что мы продолжим использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для привлечения талибов к ответственности. Некоторые высокопоставленные члены правительства талибов уже подвергаются определенному давлению. Что это такое? Очевидно, это еще одно нарушение обещания талибов. Мы наблюдаем с момента их прихода к власти, а также в последние месяцы, уменьшение пространства для женщин не только в сфере образования, но и в доступе к общественным местам, их неучастие в публичных дебатах. Это еще один очень тревожный шаг, и трудно представить, как страна может развиваться, может справиться со всем этим, с теми вызовами, которые у нее есть, без активного участия женщин и женского образования. Конгресс Перу проголосовал в первом чтении за проведение досрочных выборов в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента в Твиттер. В сообщении указывается, что 93 голосами за пленом Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в Конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года. На следующем заседании состоится рассмотрение документа во втором чтении. Против этой инициативы высказались 30 парламентариев, один воздержался. Ранее Конгресс Перу отклонил правительственную инициативу о проведении президентских выборов в 2023 году. Она была выдвинута на фоне антиправительственных протестов, участники которых требуют провести новые выборы после отстранения от власти президента Педро Кастильо, избранного главой государства в 2021 году, и отставки нынешнего президента Дины Булуарте. Столкновения в ходе антиправительственных выступлений привели к гибели более 20 человек, сотни людей пострадали. На прошлой неделе власти объявили на всей территории Перу чрезвычайное положение на 30 дней, объяснив такой шаг необходимостью восстановления порядка и обеспечения прав населения. Чтобы добиться нормализации обстановки, в 15 провинциях нескольких департаментов введен комендантский час. Продолжение о проведении выборов победило. Я хочу подтвердить позицию, которую мы заняли в нашей парламентской группе. Мы не согласны с проведением выборов. Мы считаем, что эта просьба бывшего президента Кастильо привела к беспорядку в стране. Он достиг своей цели по проведению выборов, которые не решат ни одного политического вопроса. Самая масштабная за последние 30 лет забастовка служб неотложной медицинской помощи пройдет сегодня в Англии и Уэльсе. Всего на работу не выйдут около 10 тысяч водителей машин скорой помощи, сотрудников, принимающих звонки пациентов и вспомогательного персонала. Стачки организованы профсоюзами, которые требуют повышения зарплат на уровень высшей инфляции. Они охватывают почти всю территорию Уэльса и Англии, за исключением ее восточной части. Согласно договоренностям, достигнутым между профсоюзами и Национальной службой здравоохранения, машины скорой помощи будут, как и в обычные дни, выезжать к людям, которым нужна необходимая помощь. Дефицит продовольствия, лекарств и ужасы блокадного Ленинграда. Как только не пытаются представить нынешнюю ситуацию с акциями азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин и их так называемыми последствиями армянские и проармянские СМИ. Самое интересное, что эти мифы разрушают сами же армяне, жители Ханкенди. Массовые информационные вбросы и тиражирование фейков Армения активно распространяет ложную информацию об акции азербайджанских экоактивистов в Карабахе. Мирный протест выдается за блокаду армянского населения Ханкенди. В ход пошли уже даже абсурдные сравнения с блокадой Ленинграда 40-х годов. При этом в армянской медиасфере умалчивают о том, что на самом деле для передвижения гражданских лиц по дороге Ханкенди-Лачин нет никаких препятствий. Через участок дороги неоднократно беспрепятственно проезжали автомобили снабжения российских миротворцев и кареты скорой помощи. Кроме того, на месте находятся азербайджанские врачи, готовые при необходимости оказать медицинскую помощь любому обратившемуся, вне зависимости от национальности. Тем временем армянская сторона продолжает сеять панику среди населения Карабаха. К этой грязной кампании привлекаются и представители шоу-бизнеса. Они уже провели демонстрацию армянского офиса ООН, а также перед посольствами России и Франции в Ереване. Посредством активно распространяемых фейков СМИ среди жителей Ханкенди создается мнимая картина дефицита продовольствия. По этой причине многие пытаются скупить в разы больше продуктов, чем им на самом деле необходимо. Есть и те, кто решил извлечь из этого выгоду. Так, жители Ханкенди жалуются, что после сообщений о якобы закрытии дороги наблюдается значительный рост цен на бензин и лекарства. При этом результаты опросов армянских журналистов говорят о том, что острой нехватки продовольствия не наблюдается. Проблем с продуктами у нас нет. На складах и в магазинах, как видите, всё есть. До закрытия дорог мы получили всё необходимое. Сегодня мы печём в два раза больше хлеба. И, конечно, этого достаточно. Никто не ощущает нехватки хлеба. Сама работаю в аптеке. Некоторые переживали, что лекарств не будет в аптеках. Слава богу, никто из жителей об этом пока не говорил. Тем временем армянская сторона направляет межнародные структуры обращения, полные откровенного вранья, передёргивания фактов и прямых спекуляций. На многочисленных акциях протеста за рубежом марионетки армянской диаспоры утверждают о существовании так называемой гуманитарной катастрофы в Карабахе и выкрикивают антиазербайджанские лозунги. Лоббистские организации соседней страны завели массовую истерию против Баку и вновь привели к этой грязной кампании своих соратников в лице подкупленных экспертов и политиков. Правда, список армянских пропагандистов за последний год прилично сократился. Напомним, набирает обороты скандал с задержанием в Брюсселе по делу о коррупции вице-президента Европарламента Евы Кайли, придерживающейся откровенно проармянской позиции. Ее имя тесно связано с крупнейшей армянской организацией в Европе под совершенно несоответствующим названием Всеевропейская Армянская Федерация за справедливость и демократию. Кайли во время Второй Карабахской войны направила запрос в комиссию Евросоюза относительно применения визовых ограничений к лицам с азербайджанскими паспортами, однако ее попытки не увенчались успехом. Слово, так называемый защитник демократии уже завтра предстанет перед Палатой Совета. В коррупционных сделках также всплывают имена американских сенаторов и конгрессменов, связанных с лоббисткой деятельностью армян. Среди них сенатор-демократ Роберт Менендес. Сегодня американское правосудие выясняет, получала ли его жена, этническая армянка, на Динар Слонян, подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности сенатора. Любовь к армянским дотациям оставила у разбитого корыта и российского политолога Михаила Александрова. Он уволен из МГИМО после слов о возможности российских ракетных ударов по Баку и инфраструктуре Азербайджана. Выдающемуся скульптору, народному художнику, действительному члену Национальной академии наук Азербайджана, ректору Академии художеств Омару Эльдарову сегодня исполняется 95 лет. О творческом пути выдающегося азербайджанского скульптора в нашем следующем материале. Омар Эльдаров родился 21 декабря 1927 года в городе Дербент. Учился в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде. Затем окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Был учеником таких великих мастеров, как Матвеева, Керзина, Пинчука. Омар Эльдаров поистине гениальная личность. Его влияние на художественную среду Азербайджана неоценимо. Скульптуры Омара Эльдарова неизменно привлекают внимание. Его образы словно пребывают в вечном поиске, движении. Мастеру свойственны смелость, оптимизм, моральная ответственность, которые воплощаются в его творческой направленности, художественном выражении образов. Он является автором скульптур, памятников многих выдающихся личностей. Гидар Алиева, Зарифы Алиевой, Сатара Бахлузаде, Муслима Магомаева, Мамед Амина Расулзаде, Рашида Бейбутева Ниязи, Узейра Гаджибили. В каждом своем произведении он подчеркивает индивидуальные особенности. Изображаемые личности, наряду с созданием портретного сходства, передает духовные и человеческие качества своего героя. Характерны для него осанку, жесты, особенности поведения, позволяющие предположить свойства внутреннего мира человека. Я скульптурой занялся с шести лет. Когда, значит, меня мама привела в студию одаренных детей, такая существовала в боку, мне сказали, что поздно, что на класс рисунка, живописи уже вся заполнена. Приходите на будущий год. В это время подошла к нам женщина высокого роста, русская по виду, Анна Ивановна Казарцева. И она мне сказала судьбоносную фразу. Вот ты, мальчик, если будешь скульптором, когда ты вырастешь и станешь большой, она имела в виду возраст, конечно, не рост, то, ходя по своему городу, гуляя по своему городу, по его улицам и площадям, ты будешь видеть свои скульптуры. Меня это очень задело. География творчества Омара Эльдарова не ограничивается Азербайджаном. Созданные им скульптуры установлены в разных странах мира. Омар Эльдаров является не только автором монументальных памятников. Он также создал образы станковой скульптуры. Художник является автором малообъемных произведений камерного характера. В 1958-1968 годах избирался членом Секретариата Союза художников. В 1970 году был назначен руководителем Бакинской творческой мастерской по скульптуре Академии художств СССР. В 1995 году Омар Эльдаров был избран депутатом Милли Меджрисом. В настоящее время является ректором Академии художств Азербайджана. Омар Эльдаров является выдающимся монументалистом, удостоенным ряда государственных наград и почетных званий, таких как заслуженный деятель Искуссо-Азербайджанской СССР. Он был избран членом-корреспондентом Академии художств СССР, удостоен государственной премии Азербайджана, награжден орденами Гидар Алиев и Стеглал Шараф. В связи с 95-летиями за продолжительную плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Омара Эльдарова орденом ЭМЕК первой степени. А теперь переходим к новостям в экономике и с ними нас ознакомит Нигер Рахманова. В этом году отмечается 11-е годовщина создания Сумгаидского химического промышленного парка, напомнил министр экономики Микел Джабаров. Он подчеркнул, что промкарки вносят важный вклад в устойчивый экономический рост, развитие ненефтяного сектора и обеспечение занятости в Азербайджане. За прошедшие годы резиденты Сумгаидского парка, который курирует агентство по развитию экономических зон при Минэкономике, инвестировали свыше 5 миллиардов монатов. Планируется, что дополнительно в развитие промпарка будет вложено более 300 миллионов монатов. По словам Микела Джабарова, эти инвестиции предназначены для создания более 2 тысяч постоянных рабочих мест. В настоящее время уже свыше 6 тысяч человек обеспечены постоянной работой в парке. С рабочим визитом в Азербайджан накануне прибыл президент Сербии Александр Вучич. Одной из потенциальных тем для обсуждения является энергетика. Ранее сербский лидер заявлял о планах создать интерконнектор «Болгария-Сербия» для импорта газа в уговоренных объемах. Также напомним, что министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравко Джедович отмечала такое преимущество подключения к южному газовому коридору, как повышение энергобезопасности страны за счет дополнительного маршрута поставок. При этом у Сербии есть возможности стать транзитной страной, через которую голубое топливо будет поступать в другие страны, как в регионе, так и другим членам Европы. У Сербии на данный момент есть доступ к дешевому топливу, но нужно понимать, что это российские поставки. По этой причине в Сербии необходимо диверсифицировать поставки. Азербайджанские энергоресурсы в этом смысле в самый раз. Сейчас из-за зависимости от одного источника поставок не применяются санкции против России, а давление со стороны Евросоюза при этом сильно растет. Переключившись на азербайджанский газ, удастся наладить экономические связи и самое главное добиться позитивных тенденций в политических отношениях. Уже известно, что Грузия предоставит 20 миллионов долларов на геологические исследования дна Черного моря с целью прокладки подводного электрокабеля в европейском направлении. Министр финансов страны Лаша Куцешвили в своем Facebook сообщил, что его страна будет первой, кто инвестирует в данный проект. В то же время, согласно официальным заявлениям из Сербии, эта страна планирует импортировать азербайджанскую электроэнергию уже с 2023 года. Ведутся переговоры по вопросам подготовки к передаче электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию. Многие страны на Балканах фактически являются не то импортерами электроэнергии. Они производят какой-то объем электроэнергии, но этого недостаточно для покрытия своих потребностей. В связи с этим приходится закупать больше электроэнергии за рубежом. А поскольку цены сильно взлетели, то за электроэнергию, на которую есть большой спрос, приходится платить огромные суммы. Это и есть вызов, с которым балканские страны сейчас столкнулись. Один из путей решения проблемы – найти государство-поставщики, у которых можно закупать электроэнергию по приемлемой цене. В этом качестве рассматриваются не европейские страны, а именно такие, как Азербайджан. В соответствии с недавним соглашением между Ромгаз и Сокар, с 1 января 2023 года по 1 апреля Румыния может купить у Азербайджана до 300 миллионов кубометров. Суточная поставка составит 4 миллиона 200 тысяч кубометров по данным профильного числа ICA. Эти объемы газа будут поставляться из Турции в виртуальной точке продаж в Греции. Затем газ будет направляться по греко-болгарскому интерконнектору в Болгарию и далее по Трансбалканскому коридору. Второй азербайджанский форум развития карьеры под девизом «Готовься к будущему» прошел в Баку. Его участники провели дискуссии в стремлении решить актуальные проблемы на отечественном рынке труда. Представлена информация о новых тенденциях и вызовах на нем. Также на мероприятии рассказано о необходимости создать условия, чтобы граждане, строя свою карьеру, могли принимать правильные решения. Ежегодно в Азербайджане на рынок труда выходят десятки тысяч молодых людей и профессионалы. Профессиональные консультации должны повышать их осведомленность и поддержать в планировании карьеры. Участники форума обсудили, кроме того, инновации и решения по цифровизации в сфере трудоустройства. Примером этому является подсистема трудовых отношений и занятости, которая служит переходом к очередному этапу реформ в сфере труда. Далее следует ожидать выхода карты занятости Азербайджана, реестра работающих граждан, информационного ресурса по контролю неформальной занятости и другие меры. Кроме того, готовится к вводу в эксплуатацию виртуальная платформа дистанционного профессионального обучения БАДЖАР, то есть навык. Важное значение имеют и другие новые проекты в профориентации. Платформа Hello Korea создает резюме организатором форума выступила Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения. За последние 4 года минимальная заработная плата по стране выросла в 2,3 раза. Фонд заработной платы увеличился в 2,2 раза. А средняя заработная плата выросла вдвое. Это серьезный результат и приоритетный вопрос для государства. Достигнут прогресс в легализации трудовых отношений. За последнее время количество трудовых договоров увеличилось более чем на 400 тысяч. Но впереди еще достаточно работы. Перед нами возникают новые вызовы. Среди наемных работников мало квалифицированных специалистов. Ежегодно на рынок труда в Азербайджане выходят сотни тысяч молодых людей. И важно привлекать их к актуальным профессиям. Необходимо предложить новые программы занятости. Взаимоотношения на рынке труда это третий этап решения проблемы занятости. А на втором огромное значение отводится системе образования. Основная цель заключается в том, чтобы привлечь внимание нашего общества к необходимости выбрать правильный путь в карьере, а затем наилучшим образом освоить выбранную профессию в системе образования и выйти на рынок труда. Молодежь должна быть лучше подготовлена к будущей работе, ознакомлена с современными задачами и вызовами, а также знать требования рынка труда и использовать свои знания и навыки для дальнейшего развития. Экономика мира в текущем году восстановилась неравномерно и нестабильно. Процесс ее развития оказался в кризисной ситуации. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, предваряющем итоги 2022 года. По мнению аналитиков, глобальная экономика переживает самый глубокий с 1970 года спад после посткризисного восстановления. Резко замедлился рост в трех крупнейших экономиках мира, говорится в отчете. В таких условиях малейший негативный импульс в будущем году способен подтолкнуть глобальную экономику к рецессии. Первая половина 2022 года ознаменовалась одним из крупнейших за последние десятилетия потрясением мировых энергетических рынков. Это привело к резкому росту цен на энергоносители, обострению проблем дефицита энергии и энергетической безопасности, также к дефициту продовольствия. Восстановлению экономики препятствует сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19 и война в Украине. Также среди помех высокая глобальная инфляция, разрывы в производстве на сбытовых цепочках и глобальный экономический спад. Все это способствовало росту цен на многие сельскохозяйственные продукты и средства производства. К концу 2022 года примерно 685 миллионов человек могут оказаться в крайной бедности, считают аналитики Всемирного банка. И в результате всего этого эксперты опасаются, что в 2030 году в условиях крайней бедности все еще будут существовать 7% мирового населения. Казахстан изучает вариант пробной отправки партии нефти в Германию. Запланировано это на январь 2023 года. Данной информацией поделилась национальная компания Казмунайгаз. Председатель правления Казмунайгаз Максим Мирзагалиев и парламентский статс-секретарь Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаил Кельнер переговорили по этому поводу в онлайн формате. А уже в оффлайн режиме председатель правления Казмунайгаз встретился с депутатом Бундестага от парламентской группы левой партии Германии Кристианом Герке. 20 декабря в Астане состоялась встреча. Поставки ожидаются в город Швед на нефтеперерабатывающий завод, который Герке называют сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Нужны стабильные поставки по нефтепроводу Дружба отметила. Стороны решают контрактные и технические вопросы. Волатильность и неопределенность на мировом энергетическом рынке оказали влияние на динамику торговли углем, ценообразование и структуру спроса и предложения. Потребление угля в текущем году увеличилось на 1,2%. Однако, согласно отчету Международного энергетического агентства «Уголь-2022», анализ и прогноз до 2025 года, спрос достигнет рекордно высокого показателя за последние 9 лет и превысит 7-8 миллиардов тонн. По ожиданиям аналитиков агентства, высокий уровень потребления сохранится до 2025 года. Наибольший рост спроса прогнозируется в Индии на 7%, в Европе же на 6%. В Китае сохранится стабильно высокое потребление, превышающее 4,2 млрд тонн. И по ожиданиям экспертов, в будущем году потребление угла продолжит расти. В 2023 году мировая угледобыча действительно продолжит расти. Одним из драйвов роста станет эмбарго ЕС на поставки из России, которая вступила в силу в августе 2022 года. В прошлом году на долю России пришлось 70% импорта энергетического угля в Европе, то есть того угля, который используется в качестве сырья для угольных электростанций. Дефицит угля, который образовался из-за эмбарго, привел к тому, что в октябре выработка на угольных электростанциях в Евросоюзе снизилась на 11%, а в ноябре на 4%. Из-за рекордно высоких цен на природный газ, закрытия на техобслуживание атомных станций и низкой выработки энергии гидроэлектростанциями, европейские страны временно переходят на уголь. При этом к 2025 году Евросоюз планирует сократить потребление этого сырья на 7%, США на 6%, а Япония на 4%. Также Россия почти на 1,5%. Чтобы компенсировать дефицит Евросоюз необходимо увеличивать поставки из Австралии и Индонезии, то есть стран, которые являются с одной стороны крупнейшими в мире производителями энергетического угля, а с другой сильно удалены от Евросоюза. Соответственно, чтобы покрыть образовавшуюся на европейском рынке нишу, Австралия и Индонезия должны будут увеличить предложения. И это собственно станет одним из факторов, который приведет к увеличению общемировой угледобычи в 2023 году. По итогам 2022 года также вырастет и добыча угля. В Международном энергетическом агентстве считают, что будет побед исторический максимум 2019 года. В числе факторов, сдерживающих увеличение общего спроса на уголь в 2022 году, перечислены высокие цены на него. Также на спрос влияет активное внедрение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, замедление глобального экономического роста. И в завершение предприятия автомобильной промышленности Узбекистана, Казахстана и Азербайджана объединятся в проекте «Тюркский автопром». Согласно сообщению «Узавто», новый конгломерат автопроизводителей придаст новый импульс развитию автомобилестроения на Евразийском континенте. Проект объединит рынки с населением более 65 миллионов человек. Предполагается, что речь идет о сборке автомобилей Узавто на площадках заводов Азербаш и Сары Арка Автопром. Лидия, на этом блок экономических новостей дошел к концу. Большое спасибо, Нигер. Я напомню, с событиями в экономике нас ознакомила моя коллега Нигер Рахманова. Это были все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова